За украинского спортсмена Захурука и за представителя Белоруссии Корницкого. В всех оставшихся финалах российские борцы. Я не боюсь и заставляю себя, ну надо, это серьезный соперник, надо немножко внутри, иногда надо переживать, что так лучше будет для спортсмена. Иногда заставляю себя сам испугаться. Я так понимаю, что Сослан пытался сказать, что он испытывает недостаток эмоций. Его трудно вывести из себя, иными словами. Ну это один из способов настроиться на схватку. Завести себя. Хотя, как бы странно, он такой молодой еще человек, ему всего 21 год. И, кстати, по манере его борьбы видно, ну, я думаю, неоднократно мы еще в этом упоминали, что он действительно удивительно спокойный. А очень красивый накат сейчас сделал Сослан. А борется он ни с кем иным, как с двукратным чемпионом мира Эльбрусом Тедреевым. Но, тем не менее, перед его авторитетом он не пасует. Совершенно не пасует. На чемпионате Европы он очень хорошо выступил. Да. Сослан Томаев один из самых перспективных борцов наших. Вот как раз то, о чем мы говорили, что сейчас новые борцы появляются в сборной команды, вот как раз он один из представителей этой новой волны. И, кстати, он очень яркий, потому что его техника, тактика, она как бы отличается от, ну, в основном, от большинства. Он какой-то вязкий, как бы замедленный, и как он сам признается, он действительно старается усыпить своего соперника. Так, во всяком случае, вот лично он мне сказал. И, а я бы сказал, что у него страсти очень, страстный борец такой. Он, когда он идет в атаку, он не просто идет, а он идет как мужчина до конца старается. Вот интересно. Ну, а борются, в общем-то, два земляка, потому что Эльбрус Томаев тоже воспитанник Осетинской школы борьбы. Уже давно, Эльбрус Тедеев, я говорился, выступающий за Украину, также воспитанник Осетинской школы борьбы. Хотя он уже долгое время, уже две Олимпиады, он выступает за Украину. Ну, а у Сослана, по-моему, был только чемпионат Европы. Да, вот впервые в этом году, в этом году он впервые принимал участие в чемпионате Европы. В таких крупных соревнованиях он никогда не участвовал и сразу завал серебряные медали. А его соперник уже имеет Олимпийскую медаль бронзовую в Атланте и две золотых медали на чемпионатах мира. Но если режиссеры крупно покажут нам его лицо, мы увидим, вот у него на лице действительно отражены эмоции, как мне кажется, я имею в виду Эльбруса. А Эльбруса? Да, потому что ему трудно будет проиграть Сослану, трудно морально в первую очередь. Мне кажется, что все же Сослан ничем не слабее сейчас Эльбруса, ничем не слабее. И очень уверенно борется. Вот какая-то неуверенность есть у Эльбруса какая-то. Да, суетливость какая-то. Да, и вот так. Впечатление такое, что он не уверен в своей победе. У меня такое мнение. А, и наоборот. Томаев очень уверенно борется. Ну, Томаев, он достаточно закрытый человек. И в беседе много слов тоже не говорит, но, тем не менее, сказал такую фразу, что ему очень сильно помогает в борьбе веры в Бога, но, тем не менее, он ее не смешивает с религией, считает всего лишь своей работой и относится к ней как бы абсолютно реалистично. Все считают Томаева не только прекрасным спортсменом, но и хорошим человеком. Он не очень разговорчивый, но очень честный, порядочный человек. И это, безусловно, отражается на стиле его борьбы. Мой первый тренер никогда мне не разрешал там какими-то специальными упражнениями заниматься. Он мне всегда говорил, ты, говорит, от природы сильный, тебе не надо. Просто занимайся на ковре, отрабатывай, прям больше, говорит, тебе ничего не надо. Я никогда не качался, какими-то специальными упражнениями никогда не занимался. Вот так вот. Это говорит нам сильный человек, у которого есть очень сильный конкурент в этой весовой категории. Да. Следует забывать, что в этой весовой категории мы имеем олимпийского чемпиона Мурада Умаханова. Он в этих соревнованиях не участвует. Но я думаю, что в скором будущем снова вернется на ковер. И тогда мы увидим вот таких двух прекрасных борцов, я думаю, в финале, какого-нибудь турнира. У нас великолепный тандем Мурад Умаханов и Саслан Томаев. Ну, не стоит списывать со счетов, я думаю, еще и Эльбруса. Ну, Эльбрус выступает за Украину. В данном случае мы болеем за российского спортсмена. Вот. Хотя Эльбрус, естественно, один из сильнейших борцов мира был и остается. Сейчас, мне кажется, вот интересно, как обороняется Саслан. На это, мне кажется, стоило бы обратить внимание. Опять же, нет никаких лишних движений. Он как бы четко понимает, что с ним пытается сделать его соперник. Да, он очень чувствительный борец. Вот. Пытается, Эльбрус пытается его сейчас раскрыть вот этими швунгами, рывками. Вот, видите, попыткой опять. И как он равновесил. Да. И вот. Посмотрите, да. И вот сейчас, вот, почти, почти выиграл балл. Почти выиграл балл. Но ничего, но ничего не получилось. Да, видите, высказывает, как пантера. Какие мягкие движения. Казалось бы, замедленные. Зал аплодирует. Да. Такое редко можно увидеть, чтобы выбраться из такого захвата, уже практически состоявшегося захвата. Прием почти совершился. Почти. Осталось только зафиксировать. Ну, наверное, даже кажется иногда, что вот он так играет, специально немножечко попадается соперник, чтобы себя, как он говорил, немножко возбудить, растревожить. Ну вот, вот. Доигрался. Доигрался. Подсечка. По Сослану даже, наверное, трудно сказать, вот, на что он рассчитывает изначально, какая у него тактика, к чему он, когда он проведет, наконец, свою атаку, когда он сделает свой прием, не правда ли? Вот вам, как опытному парцу. Время, 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 время. И вот это время. И свое... Вот он, его тактика. Да. Своё преимущество он сохранил.